всем привет сегодня мы будем заливать эпоксидкой молды с кактусами будем делать искусственные кактусы проверка так сказать недавно заказанных молдов молды у нас фигурные поэтому смазать их изнутри каким-то разделяющим составом достаточно непросто поступим следующим образом нальем немножко во внутрь масло распределим его по мере возможности вот и дадим ему стечь просто какое-то время чтобы молд постоял на салфеточке так сюда чуть-чуть сюда совсем немножко потому что вымокать отсюда его потом очень сложно это подозревались и вообще возможно больно несколько капель много не надо то есть чтобы потом изделие легко вынималась и не испортила молд вот этот будет самый сложный он у нас очень сложной формы многогранный тут надо не пожалеть так сейчас трубаточку твой стороной мы его постараемся по максимум по максимуму насколько у нас получится конечно не простое дело я вам скажу но лучше как говорится перебдеть чем не добить потому что в случае если прихватиться эпоксидка к молду она его просто может порвать и не смотри что это силикон мягенький поддающийся и это все потом выливается я уже показывал в прошлом видео в порванные молды как-то так теперь ставим на салфеточку и пусть потихоньку стекает наше маслице потому как избыток его тоже негативно влияет а мы пока сделаем специальные петелечки продолжаем и так прошли почти сутки с того времени как мы залили наши кактусы думаю пришло время их уже понемножку доставать будем потихоньку расширять для начала форму чтобы по максимуму там внутри все подходило и потихоньку будем извлекать аккуратненько сейчас секунду надо взять плосковубцы и аккуратно за наш предусмотрительно оставленный краешек петли будем извлекать изделие вот такой вот кактус у нас получился здоровский зеленый уже прикольный очень интересный очень интересно его еще теперь немножко по краям обработать из аэрографа и будет очень аутентичный кактус как то вот так так спичечка у нас приклеилась отклеиваем и так вставляем так кто у нас вот этот по максимуму отрываем от формы как спичку можно вынуть спички были вставлены шок не утонули крючки вовнутрь только для этого больше не для каких целей и так остановись сюда вот такой кактус теперь будем аккуратно доставать и этот слышно прям отходит опа тоже здоровский смотрите цвет такой в общем-то в целом удачный подобрался он был только чуть-чуть светлее чуть-чуть белого надо было добавить осветлить его и был бы вообще отличный кактус ну а так по краям аэрографом пройтись браш сделать и можно в любые диорамы в миниатюры использовать мексиканский кактус так 3 3 кактусёныш наш тут тройной там отлипает прям так и теперь за петелечку его аккуратно извлекаем извлекаем вот так вот ох смотрите какой здоровский он местами не пролилась пузырики остались но это наверное я виноват надо было палочкой аккуратно поводить по ребрами изнутри когда залил чтоб все пузырьки вышли а то вон видите да уму пузырёк застрял еще один то есть это я не проработал это не вина молда молдать личный гляньте кой и фактурный вообще очень прикольно очень классно очень красиво смотрите как смотрится просто ураган так теперь перейдем к нашему самому главному самому большому молду что же здесь у нас получилось ах тут все приклеилось на смерть лишнее удаляем надеюсь там уже все окончательно затвердела он поначалу так сильно нагрелся был такой ну очень-очень-очень теплый очень теплый даже через такой слой силикона чувствовалось что вот тут очень теплый маленькие не были теплые то есть видимо там успевала тепло рассеиваться во время реакции твердения в оксидке а здесь как-то не успевала и тут он конечно был такой не горячий такую руку можно было держать спокойно вот но он был очень-очень теплый кусочек краски не промешанный видите плохо промешивал где-то он кусочек всплыл что давайте извлекать потихоньку не очень извлекается как я вам скажу ребят боюсь как же его извлекать какой квест наш закрепленная наша петелька сломалась вот и видите наперед урок делайте петельку побольше засовывайте поглубже маленькая петелька с краю может внезапно не сработать так так оно о вынулся отлично отлично смотрите какой кактус очень забавный опять же это как-то мол тебя чувствует отлично да хорошо ничего не порвалось ничего не повредилось вроде бы это знаете как вот эти высокие заросли кактусов опять же в этих мексиканских пустынях то есть там есть какие-то у ребристые небольшие такие пузатые а вот такие высокие на них еще то есть картинки там где наверх пума или еще кто-то залезет не там сидят а так вот у нас тонкие получается под залитие между слоями это не критично это все удаляется очень легко и все эти недостатки будут просто не видны ну а вот так вот смотрите какой результат по-моему просто шикарно просто великолепно выше всяческих подхвал просто у меня слов нет одни выражения и все положительные выглядит шикарно шикарно я в восторге от такого приобретения ну а на этом ребята все ссылочки на молды будут в описании естественно заходите смотрите там же будет в описании ссылка на кэшбэк если будете покупать покупайте через кэшбэк кэшбэк вернет вам немножко денег на карту ну а на этом на сегодня все всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока ребят